Всем привет, с вами Прио. Сегодня мы вновь продолжаем осматривать ваши оружейные. Начнем же. Нужна помощь в поднятии дамага и какие правильные статы нужны? Это Рыцарь Смерти Лед. Насколько я правильно помню, там идет такая фишечка, что собирается конкретно точное количество статов, ну там плюс-минус 1-2%. И если мне не изменяет память, то это 25% крита, 35% скорости и 40% искусности. По-моему, как-то так все это дело идет. И, конечно же, не забудь прочарить колечко, ну и плечи конкретно по своему какому-либо желанию. Итак, далее. Охотник на демонов, истребление. Подскажи, какой шмот фармить? Ну, знаешь, мне кажется, если это соло-таргет, а нет, смотри. На самом деле интересный выбор талантов, я даже как человек не особо шарящий в дыха, но слушая про них обсуждение, взятие таланта мастера боевого клинка предполагает себе использование легендарных запястьей. Насколько я правильно помню. И как бы у тебя таланты-то идут на соло-таргет, то есть заклятый брак, да, клинки хаоса. И мастер боевого клинка, по-моему, не особо зайдет под это дело. А так, касательно шмота, фарми те инсты, в которых тебе падает его максимально наибольшее количество. Это будет весьма профитно для тебя. Идем дальше. Ну, говорит Фико, знает, капы статов мне интересны, ДПС и ротацию шмота для миф-плюс. Ну, камни на универсальность сноси, это точно, они тебе никакой прибавки не принесут, лучше уж на искусность, это точно. Ступни легендарные меняй на пояс крафченный, соло-таргет. И на АОЕ 3 плюс цели, пояс конкретно дроповый, на АОЕ вихре. Это будет реально классно. Хосты хорошее количество вполне, таланты выбраны правильно. Военная машина берется под миф-плюс, а талант на автоатаке ярости, там, ну, то, что плюс ярость от автоатак, это берется в соло-таргет. Да, все верно. Так, вопрос. Норм холик? Нет. Так, идем дальше. Ну, чарок нету, потому что. А так, наверное, норм трансмог хороший, мне нравится, красивый. Где что поднять? С хаст все норм. И на что акцент делать по осколкам? Плачь не зачарил. Знаю. Аксессуары. Тебе нужны часы, чтобы давать нормальный ДПС, чтобы нормально откатывать свой бурст и давать боевой крик еще один в промежутке, когда твой настой в КД. Это будет реально классно. А то, что ты не зачарил 925-й плащ, я готов его с тебя снять, вырвать и разрезать у тебя на глазах. Это не дело. Ты его вчера не зачарил, позавчера не зачарил и сегодня не зачарил. Я напишу твоему РЛу, он тебе не будет шмот больше давать. Особенно, который надо чарить. С хаст все норм. Ну, возможно. Все возможно. Надеюсь, релики у тебя правильные стоят. Уж релики я не буду ваши осматривать. Но если вы хотите, чтобы я осматривал ваши релики, то пишите об этом. Займусь. Вот. Часики. Да, это самое главное, ключевой момент. Нужна помощь по капам. Угу. Я могу тебе подсказать ники двух охотников, с которыми я фармлю и фармил. С одним фармил? А не, не буду его говорить. Скажу только ник того, с которым я в текущий момент фармлю. А еще лучше я, наверное, его армори сейчас наберу. Секунду. Я сейчас покажу даже прям. Так. Сейчас ссылочка откроется. А мы, наверное, вот так вот сделаем. Или... Подожди. Так. Теперь делаем... Вот так вот. И нажимаем армори. Это гайды, гайды. Прям вот. В прямом эфире. Но в текущий момент этот охотник с ником Нинзи Тином. Он в БМе. Но когда-нибудь он спектнется в ММа. И ты сможешь его чекнуть. Я надеюсь на это. А хотя вот смотри. Он в прогрессе в текущий момент в ММе. И вот он, его шмот. Статы, конечно, увы, так не глянуть. Но шмот посмотреть можно. Угу. Как-то так. Ну, другого варианта я не вижу. Увы. Итак. Люблю играть Арканом. Что посоветую, чтобы улучшить ДПС или дособрать Фроста? Если да, то на что обратить внимание на Фросте? Ох, сложный вопрос. Чтобы улучшить ДПС. Улучшить ДПС на Аркане тебе поможет увеличение левела твоего артефакта. Ставь релики повыше и не забывай их полезности. Или дособрать Фроста. Можешь, конечно, дособрать Фроста, потому что, возможно, в каком-то бою тебе будет удобнее во Фросте, а в каком-то конкретно в Аркане. А на Фроста, если ты хочешь реально в нем играть, то собирай артефакт, собирай релики и легендарки. Это же самое главное в легионе. Релики, артефактная сила и легендарки. А все остальное нафармим. Идем дальше. Спроси у Тесса про кап статов и как увеличить урон в ООЕ. Вот, это будет проблематично у него спросить. Он человек занятой по своей структуре, но когда-нибудь я спрошу это обязательно. И в комментариях к этому видосику напишу. Но это не точно. А по поводу увеличения урона в ООЕ, ротируй тринки, зачарься. И найди себе какие-либо ООЕ-шные леги. Хотя нагрудник вроде бы считается ООЕ-шной легендаркой. Пылкое желание киллджедена. Ну да, его, конечно, пустил разок ООЕ-шнул и по факту все. Ну и что? Зато оно имеет некий ООЕ-эффект. Классненько. Ну, не знаю, подумай. Подумай по поводу этого. Надеюсь, моя мысль направит тебя на правильную сторону. Мда. Итак, Аркан Маг. 916. Это серьезно, кстати. Так. Можно ли найти с таким гиром хорошую ПВЕ гильдию на ГС без твинка рейда? Почти все логи золотые. Кроме тех, где уже крутят. 900К+, ДПС, сингл таргет. Все леги на спек. Вот, кстати, тот маг, который хотел что-то там ориентироваться, да? Душечка. Вот, можешь его почекать. На самом деле, я не знаю, нужны ли нам маги в гильдию, но как вариант, напиши двум людям. Один офицер, один глава гильдии. Глава гильдии с ником Труппер. Двеер на конце. А другой человек, это офицер с ником Нежный Шама. Это девушка, если что. Вот, и может они тебе что-нибудь скажут. То, что нужен, не нужен маг. Если не нужен, не отчаивайся, гильдию найдешь. Гир хороший вполне, на самом деле. Статы, капы там. Ну да, и как бы нормально, я надеюсь, все. И с мозгом у тебя нормально все. Кук там в фулл эпох? Восемь. Ну, убьешь еще фулл, по-любому. И последний на сегодня, это с Сава с ником Демон Ханти. Сложный ник. Так вот. Как тебе мои статы и вообще шмот? Во! Можно ли повысить ДПС? Да. На самом деле, отслеживай доты, проки и какие-либо другие прелести жизни. Может, как вариант, тебе пойдет легендарная голова на Савушку. За место кольца. Ну, я не знаю точно в этом. Единственное, что я помню из Савы, это горящего Слейти. Который все горел по поводу того, что то легендарки нерфят, то апают, то еще что-то творится, то вообще ему легендарки не падают. Я всякое наслужился о Савухах, но Дельного, увы, мало что слышал. Так что подумай о личном скилле за Савушку при игре за нее, скажем так. Научись отслеживать что-либо и не терять дамаг при каких-либо перебежках и других фазах. Да, ладно, всех вам благ, счастья, как говорится, здоровья. Посижу, подумаю, может еще запишу видосик, а может не запишу. В общем, там лайки, репосты, вот эти вот всякие ваши колокольчики нажимаете, чтобы звенело там по кд просто. Попробуйте меня смотивировать, и я начну делать четвертый выпуск. А может не начну. Да куда я денусь, конечно же я начну сразу же. Че я уйду, что ли, от вас куда-то. Ладно, легендары к вам побольше. До скорого.